Доброе утро, дорогие друзья! Наконец, долгожданная медитация номер 6. Пару дней я пропустил, потому что вчера была суббота. В субботу мы стоим на гвоздях онлайн. Подключаемся в нашей группе гвозди66 в телеграме. Можете заходить, подписываться и в следующий раз тоже поучаствовать. Либо просто зайти, позадавать вопросы. Ну а предыдущий день у меня была поездка, командировка, поэтому времени было крайне мало. Наматывал я даже километры, не те, которые обычно, потому что ехал чуть поближе, чтобы успеть выехать вовремя. Итак, сегодня, спустя два дня пропуска, сегодня у нас 25-е, 25-е, 06-е. Прекрасная погода, прекрасный вид. Уберу свое лицо, потому что высветляет. Настроил уже гвоздики. Сегодня, кстати, будет у меня одно очень важное объявление. Поэтому, те, кто смотрит день в день мои медитации, оставайтесь на связи. Следите за новыми сообщениями в моем телеграм-канале. И посмотрите кепочку. У меня все еще на мне. Получилось так, что я заказал несколько кепок, поэтому исключительно в 4.30 я буду ездить в этой кепке ходить, бегать, прыгать. Ну, остальные использовать в другое время дня. Так, погнали. У нас медитация называется «Жизнь». Всего 10 минут, так что недолго. Привет. Медитация поможет тебе оставаться более свободным от стресса, расслабленным, стойким и спокойным. Существует много успокаивающих техник дыхания, которые могут снизить напряжение и уныние в грустные дни. Основная цель этой медитации – уменьшить стресс и беспокойство, повысить самооценку, чувствовать превосходно свое тело и ум, развить позитивное отношение к школе или детскому садику. Ну что, ты готов? Давай приступим. Устраивайся поудобнее, сделай пару глубоких вдохов, дыхая через нос и выдыхая через рот. И со следующим выдохом плавно закрой свои глаза. Продолжай дышать через нос. Сосредоточься на своем дыхании. Сделай плавный глубокий вдох и плавный глубокий выдох. Продолжай дышать спокойно и сбалансировано в течение следующих десяти вдохов. Глубокий вдох и плавный медленный выдох. Глубокий вдох и плавный медленный выдох. И снова вдох и выдох. Продолжай самостоятельно. Каждый выдох забирает твою усталость и стресс. Почувствуй спокойствие и расслабление в каждой частичке твоего тела. Обрати внимание на то, как воздух, поступающий в твое тело, ощущается при прохождении через горло, легкие и в живот. Самое удивительное в дыхании, что независимо от того, насколько ты напряжен, расстроен или обеспокоен, дыхание всегда напомнит тебе о том, что все в порядке. Не важно, какое у тебя настроение, не важно, что с тобой случилось, ты продолжаешь дышать, жить и наслаждаться жизнью. Нет ничего важнее этого. Это всего лишь вопрос времени, когда все твои проблемы просто растворятся в воздухе. Сосредоточься на своем дыхании, представляя прекрасное время, проведенное в школе со своими друзьями. Представь, как ты внимательно сосредотачиваешься на всем, представь, что ты узнал за сегодняшний день, проводя время со своими друзьями и учителями. Помни, знания являются одним из важнейших даров в человеческой жизни. Не нужно им сопротивляться. Чем больше ты им сопротивляешься, тем труднее и тем неинтереснее становятся твои дни. Наоборот, попробуй лучше с интересом подходить к новым знаниям. Обучение становится приятным и легким, когда ты стараешься понимать и запоминать все, что ты узнал за сегодняшний день. Представь, что ты сейчас на занятии, где твой учитель или воспитатель делится с тобой интересной информацией. Представь себе слова, цифры, идеи, буквы, которые медленно приходят в твой разум. Когда ты узнаешь что-то новое, возникает чувство гордости и удовлетворения. Искренне наслаждайся этими моментами. Тебя окружают друзья, учителя и воспитатели. Они всегда направляют, мотивируют, поощряют и вдохновляют тебя делать все возможное для развития. Когда ты думаешь про свой день, как о прекрасном, он действительно становится таким. Представляй свой день в точности так и в точности таким, каким ты хочешь его видеть. Если ты намерен делать позитивные и чудесные вещи в течение дня, это именно то, что произойдет. Подумай о том, как ты будешь удивлен, когда твой день будет таким, каким ты его сам себе представил. Счастливым, прекрасным, позитивным и полным приятных сюрпризов. Жизнь великолепна. Она полна невероятных интересных и захватывающих приключений, которыми можно насладиться, просто задав правильное намерение. Это не совпадение, что позитивные вещи всегда случаются с счастливыми и позитивными людьми, так как они всегда ищут добра и счастья в других людях. Все мы желаем вести позитивную и прекрасную жизнь. Именно поэтому ты можешь установить правильное намерение о том, каким ты хочешь видеть свой день. Сосредоточься на своем дыхании. И представь это. Может, ты расскажешь друзьям историю, которой они удивятся и местами будут смеяться, не сдерживаясь. Может, ты пойдешь после школы играть в футбол и учиться чеканить. Или обратишь на себя внимание во время урока искусства. Или ты сможешь решить какую-либо математическую задачу без ошибок. Как насчет того, чтобы попросить учителя отдать тебе разъяснение по поводу урока, который ты плохо понял. Слушай свое сердце. Что оно хочет сделать, чтобы чувствовать себя счастливым в школе? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Может, ты хочешь завести новых друзей? Представь, как ты подходишь к новым девочкам, мальчикам и представляешь себя общающимся с ними. Ты знаешь, что ты уникален и замечательен, и все будут обожать тебя. Им повезет иметь такого друга, как ты. Дети в школе будут более чем счастливы видеть тебя своим другом. Сделай несколько глубоких вдохов, представляй, как ты подходишь к детям, с которыми ты хочешь дружить, и как ты начинаешь вести с ними диалог. Скажи это вслух. Я замечательный, уникальный и уверенный в себе ребенок, который любит общаться и наслаждаться жизнью. И сейчас сделай глубокий-глубокий вдох. И плавный, медленный выдох. Ты вновь можешь открыть свои глаза. Как обычно, не спеши вставать. Оцени качество спокойного разума. И помни, мой дорогой друг, держи всегда при себе позитивный настрой. Думай о приятном и прекрасном. Представляя позитивные моменты в своей жизни, визуализируй то, каким ты хочешь видеть свой день. И тогда ты направишь события к своим желаниям. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думай о приятном и прекрасном Представляй позитивные моменты в своей жизни, визуализируй то, каким ты хочешь видеть свой день И тогда ты направишь события к своим желаниям Отличная фраза И честно признаюсь, пока я стоял на гвоздях Я даже Совершенно забыл, что это курс для детей Вводный курс для того, чтобы познакомить Познакомить детей с медитацией И только когда пошла тема про школу Я только тогда вспомнил, что слушаю эту действительно Оформленную именно для детей Хотя она вообще абсолютно подойдет любому человеку И взрослому в том числе Позитивное мышление, позитивная визуализация Событий дня Это очень-очень Хорошая сила Это положительная энергия Которая позволяет Визуализировать и создать Вначале в воображении В мыслях Свой день такой, какой ты хочешь его видеть И потом По этому Сценарию, так сказать Прожить его И вечером можно сравнить Или даже вечером ты уже не сравнишь А вот на следующий день Реально вспомнить Сравнить, что ты загадывал И Что получилось Не всегда совпадает, конечно Понятно Но по крайней мере На текущий день У тебя появляется Некий сценарий Некий сценарий По которому ты сам проживаешь И стремишься Отсюда получается Навигационная такая линия По которой ты идешь в течение дня Еще больше Еще лучше Можно это усилить Если сделать запись Один из вариантов Это в электронном Каком-нибудь блокноте В телефоне Можно любой взять Встроенный Я пользуюсь Google Keep И в нем Записываю все свои заметки Это прям Мне кажется Приложение номер один У меня в телефоне Которым я пользуюсь Либо Самый лучший вариант Это живой блокнот И передать Всю энергию Через руку Через тело Через ручку Через чернила Через бумагу Это будет вообще Топчик Но я к сожалению К такому Не очень Привык То есть для меня Бумага Все таки Имеет Много минусов И даже Несмотря на то Что в телефоне Можно все потерять Все стереть Все равно Он для меня Будет Максимально Идеальным Вариантом Потому что Он всегда по другой Всегда можно напечатать Даже сейчас Пока я ехал сюда Чтобы искупаться И помедитировать Я остановился Посредь дороги Припарковал там Белосипедик свой И написал Пару мыслей Пока я стоял Медитировал У меня еще Пришла мысль Которую я хочу Реализовать И сейчас После записи Я еще внесу Помет к себе В план Вот так вот Это работает Поэтому Пользуйтесь Пользуйтесь Если не умеете То начинайте Тренируйтесь Лучше Ехать Абы как Чем стоять На месте Потому что Идеально Стоять на месте Никуда Ты не приедешь Как вы сами понимаете Все пока До завтра Тренируйся